Сегодня в Уральске подвели итоги областного этапа республиканского конкурса Мириле-Отбаса. В церемонии награждения приняла участие 21 семья. Победители семья Ниит Кобыловых представят регион в столице. Всех участников поздравил Аким области на ремонт Турегалиев. За 10 лет конкурс Мириле-Отбаса стал традиционным и всеми любимым. В нем приняли участие более 2000 человек. И с каждым годом число семей, желающих показать себя, растет. Первоначально его проводят в районах и городе. Самые лучшие образцовые ячейки общества при Урале показали себя на областном этапе. И сегодня в торжественной обстановке глава региона отметил, что крепкая семья – это залог будущего страны, ее развития и процветания. Среди жителей региона конкурс закрепился как национальный бренд, призванный укреплять семейные ценности, национальные и культурные традиции. Национальный конкурс стал ежегодной доброй традицией в нашей области и объединяет успешные и примерные семьи, которые являются образцом для подрастающего поколения. В нее принимают участие простые трудолюбивые жители региона. Наша основная задача, например, лучших семей – популяризировать семейные ценности среди молодых. Изменения и развитие общества, новые взгляды на жизнь, соответственно, формируют и новое понимание семейных ценностей. И тем не менее, главные из них останутся важнейшим фундаментом, на котором строится жизнь любого человека. Ярким свидетельством того стали участники нынешнего конкурса. На этот раз областной этап собрал 21 семью. В итоге главный приз достался Ниит Кобыловым из села Сарахудок Косталовского района. Им вручен сертификат на 1 миллион тенге. Родители пятерых детей – рядовые труженики. Они 46 лет вместе. У семьи небольшой бизнес. Переработка молока приносит им стабильный доход. Трудолюбие и упорство супруги стараются с детства развивать в детях и внуках. Мы долго готовились к этому конкурсу вместе с детьми. Спасибо за такое мероприятие. Мы простые сельчане. Себя и детей обеспечиваем чисто своим трудом. Ни старшие, ни младшие не остаются без дела. Поэтому и видим результаты. Есть планы на развитие. На втором месте семья военных. Иголом Жану Тибаев и его супруга Злихау Розаева работают в воинской части. Самый старший в большом семействе – 82 года. Мой зять и дочь вместе начинали трудовой путь. Сейчас имеют высокие звания. Учат ответственности и патриотизму детей. Считаю важным воспитание нынешней молодежи. Пусть наша страна славится такими семьями. В большой семье Кожа Ахметовых, занявших третье место, основная часть домочадцев – представители средств массовой информации. Общий стаж родителей сына и невестки в журналистике составляет 107 лет. В целом, каждая семья и в этом году по-своему произвела впечатление на зрителей и членов жюри. Среди особенностей нынешнего конкурса – многонациональность, много и трудовых династий. В основном это простые трудовые семьи, животноводы, пекари, учителя. Много среди них рукодельниц и ремесленников, которые прославляют свою профессию и пропагандируют профессионализм и усердие на своем посту. Комиссия много внимания уделила воспитанию детей в семьях, поскольку большинство семей многодетные и талантливые. Церемония награждения завершилась небольшой концертной программой, а победителей конкурса «Семью Нейткобыловых» ждет конкурс республиканского уровня, который состоится 8 сентября в столице.